Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Супер-турнир в норвежском Ставангере близится к завершению. Играются решающие партии, которые напрямую влияют на распределение наивысших ступеней турнирной таблицы. Сегодня мы с вами рассмотрим центральную партию девятого тура, в которой встречались чемпион мира Магнус Карлсон и российский гроссмейстер Сергей Корякин. Следует напомнить, что в одном из предыдущих туров Сергей Корякин, играя белыми, нанес чувствительное поражение чемпиону мира в челябинском варианте Сицилианке. И, конечно, в этой партии Магнус Карлсон стремился взять реванш. Поединок получился очень сложный, запутанный и интересный. И мы приступаем к его рассмотрению. Итак, Е4 сыграл норвежский шахматист, а российский гроссмейстер ответил ходом Е5. Конь Ф3, конь С6, слон Б5. Испанская партия. Конь Ф6, Д3. Нужно напомнить, что в предыдущем седьмом туре Рихард Раппорт против Карлсона черными здесь сыграл конь Е7. Но Сергей Корякин избирает более традиционное продолжение, ставит слона на С5. Получился довольно модный антиберлинский вариант и чемпион мира забирает на С6. Этот размен кажется безобидным, но все-таки маневренная борьба, которая возникает в этом продолжении, довольно интересна и сложна. Конечно, на Е5 брать нельзя, ввиду Ф4, поэтому рокировка. Сейчас пешка уже висит и Корякин ее защищает конем. С3. Обычно, делая этот ход, белые в дальнейшем планируют сыграть Д2, Д4. Но, как покажет эта партия, у белых есть здесь и другие идеи. Х6, не допуская слона на Ж5. Конь БД2, рокировка, конь Ц4. Ладья Е8 и Б4. Слон отходит на Д6, укрепляя пешку Е5 и после слон Е3 конь Ф8 с переводом коня на Е6 либо Ж6. Конь присматривается к полю Ф4. Конь ФД2 играет чемпион мира и конь Ж6. Здесь белые могли не менять пешечную структуру и сыграть, например, ФЕ2. Но Магнус Карлсон спешит забрать на Д6. Пешки черных выравниваются и А4. Д5 играет Корякин. Конь Б3, ликвидируя угрозу Д5, Д4. Б6, прикрывая черные поля и А5 с угрозой взятия на Б6. Карякин уступает вертикаль А и после ФЕ2 играет слон Е6. Ладья ФБ1. Неочевидный ход. Ясно, что Карлсон хочет развить свою игру на ферзевом фланге, но игра черных на королевском более действенна. После Ладья Е7 белым, видимо, лучше всего было не спешить и сыграть Ф3, укрепляя центр. Но чемпион мира играет С4, а Корякин закрывает центральную часть доски ходом Д4 и после слон Д2 играет Ф5. После размена на Б6 белые таки сыграли Ф3, но Ладья Ф7. Здесь черные используют довольно известный стратегический прием, который называется замок. Он используется в положении, где пешки не пришли в соприкосновения. Между ними одна горизонталь. Если соперник играет С5, то мы ставим пешку на Б5 и положение Ладьи на Б1 довольно комично. Понимая бесперспективность положения Ладьи на Б1, Магнус Карлсон играет Ладья Ф1, готовясь встретить активность Корякина на королевском фланге. Российский шахматист пока не спешит. Он играет Король Х7. Если белые стоят на месте, то вполне возможно сдвоение по вертикали Ф, далее взятие на Е4, либо ЭФ4, перенося атаку на новую базу пешечной цепи белых, пешку Ф3. Отходим конем, Ж5, Ж4. У черных здесь еще больше пространства, а черному королю весьма тревожно. Поэтому Магнус Карлсон решил несколько раскрыть игру, забрал на Ф5, слон бьет Ф5. Возможно, он надеется создать давление на пешку Е5, либо перевести коня на Е4, но пока что это несбыточная мечта. Фигуры белых стоят не очень гармонично, поэтому Карлсон играет слон Е1, имея в виду при случае сыграть слон Ж3 и освобождает поле Д2 для своего коня. Ферзь Ж5 играет Корякин и на Ладья Д1 ставит пешку на Х5. Положение белого коня на Б3 удручает, но перевести его на Е4 сразу не получается ввиду очевидного шаха, нападения на короля и на пешку. Поэтому белые ставят слона на Д2, нападая на Ферзя. Тот отходит на Х4, Ладья ДЕ1, нащупывая слабость в обороне соперника, но Ладья А8. Отсталая пешка Е5 надежнейшим образом защищена конем и разрушить вот это взаимодействие белые не могут. Поэтому Ладья А1 играет Карлсон и здесь Карякину видимо все-таки стоило забрать эту ладью, сыграть Ферзь Ф6 и сохранить давление на королевском фланге. Далее возможно продвижение пешки Аш, либо какие-то другие активные планы на этом участке доски. Но Карякин, чувствуя, что в его руках довольно солидный позиционный перевес отказывается от размена ладей и сдваивается по вертикали Ф. Ладья А6 играет Карлсон, нападая на пешку. Стоит сказать, что к этому моменту у соперников осталось уже очень мало времени. У Карлсона на часах 2 минуты, у Карякина 5. Конечно, есть добавление за каждый сделанный ход, но это реально уже цейтнот, а позиция очень сложная. Здесь Сергей Карякин допускает очень серьезную ошибку, которая переворачивает все с ног на голову. Ему нужно было сделать ход Ферзь Д8, защитить пешку Б6 и дать проход своей пешке Аш. Конечно, такие ходы назад очень не хочется делать, когда ты ощущаешь, что у тебя серьезный перевес, хочется идти вперед. И Карякин пошел. Он сыграл Е5, Е4. Очень интересный ход, который связан с конкретной тактической идеей. Оказывается, что плохо брать пешку своей пешкой Ф, потому что черные в этом случае форсированно выигрывают, используя незащищенность белой ладьи. Видимо, сильнейшим является отход слона на Аш3 с угрозой взятия на Ф1. Если разменяться на Ф7, сейчас создается угроза Ферзь Ф2 и мат по первой линии, то белые не могут эффективно защититься от угроз. Если вернуться ладьей, то конечно Ферзь Ф2 и там просто жертва Ферзя и мат. А если поставить слона на Ц1, защитив поле Ф2 Ферзем, то конечно мат на Е1. Поэтому лучше сразу сыграть ладья АА1 без предварительного взятия на Ф7. Но и в этом случае черные добиваются решающего преимущества, используя неуклюжее положение белых фигур на Ферзевом фланге. Они играют Ф4, создавая нехитрую угрозу взятия на Ж2 с матом и достойной защиты не находятся. Видимо, нужно отдавать слона, чтобы защититься от мата, но без фигуры в такой ситуации, конечно, выжить не удастся. В то же время взятие пешки на Е4 своей пешкой с Д3 является сомнительным ходом. После слон бьет Е4. Е понятно, брать нельзя мат на Ф1. Ферзь Д1, Ферзь Ф6. Черные освобождают поле Х4 для своего коня и продолжают атаку. Но после хода Е4 Магнус Карлсон нашел лучший ресурс и сыграл конь бьет Д4. Еф играет Корякин, конь Ф3 нападая на Ферзя и слон Х3. Очень интересный ход. Конечно, Ферзя брать нельзя ввиду того же мата на Ф1, но Карлсон играет ладья Ф2. Чемпион мира подряд сделал несколько сильнейших защитных ходов. Впрочем, найти их не так-то сложно. Где-то действуя методом исключения, а где-то просто подключая здравый смысл, Магнус Карлсон уже добился равной позиции. Но создавшееся положение очень интересно с точки зрения скрывающихся в нем тактических идей. Корякин сделал один из лучших ходов, забрал на Ф3, пожертвовав качество. Возможно, он вспомнил, что в предыдущей партии с Карлсоном на этом турнире он пожертвовал качество на поле Ц6 и в итоге добился красивой победы. Но кроме жертвы качества, здесь был довольно интересный ход король Ж8, который ставил перед белыми весьма сложные задачи. Брать Ферзя нельзя, потому что после ладья Ф2 создается угроза ладья Ф1, а на ФС1 мы бьем на Х4 и после взятия ладья Ж2. В этой позиции две ладьи и конь черных проявляют очень красивое взаимодействие. Король Х1, взятие на Д2. Ладья защищена косвенно ввиду мата на Ф1, а черные сами грозят вторжением второй ладьи на Ф2. Поэтому нужно играть Ферзь Е1 в надежде на то, что черный сыграет ладья Ф2 и там Ферзь подключается через Е8 и ладья может дать шаг. Но черные красиво жертвуют на Х2 и дальше ставят коня на Ф3, выигрывая партию. Поэтому после король Ж8 Карлсону пришлось бы найти сильнейшее ладья А7. Вот такое отвлечение. Действительно очень красивый контрудар. Здесь даже взятие на Ф2 возможно. В длинном варианте, который заканчивается аж на 62-м ходу, получается ничья в ферзевом окончании. Но, видимо, наиболее естественным является просто отход на Ж4. Далее взятие на Ф7 забрали. Конь Е1, размен на Ф2. Шах, Король Ф1, Ферзь Ф6. У белых все защищено, но позиция по-прежнему у них довольно пассивная, хотя есть лишняя пешка. Белым нужно играть очень внимательно. После король Ж1, Ферзь Д4 в угол нельзя, потому что Ферзь Ф2 и белым нужно сдаваться. Поэтому обратно на Ф1, шах и на Е2 плохо. Ввиду шаха, конь Ф3, конь Х4. У черных мощная выигрывающая атака. Поэтому просто ничья. Повторением ходов. Далее Ферзь Д4, король Ф1, Ферзь Ф6. Таким образом, играя здесь король Ж8, Корякин ставил перед соперником довольно сложные проблемы, но все-таки при лучшей игре со стороны белых выиграть не мог. А в партии он смело забрал на Ф3. Очень интересный ход. И здесь Магнус Карлсон понимает, что брать ладьей ладью нельзя, ввиду того, что будет шах и дальше Ферзь Ф2. Подобный вариант мы с вами уже видели. Здесь у белых лишнее качество, но угрожают сразу три мата и защиты абсолютно нет. Поэтому Карлсон избирает единственно верное ЖФ, попутно защищая еще и важное поле Ж4, а поле Ж5 прикрывает слон. И вот в этом положении Карякин серьезно ошибается. Ему нужно было сыграть слон Ж4. Скорее всего, этот ход входил в круг расчета российского шахматиста, но оценить его последствия довольно сложно. Черные нападают на Ф3. Здесь можно было ответить контрударом. Вот так разменять слонов, дальше шах, король Х1, взяли-забрали, Ферзь Д1, забрали на Д3 и получается позиция, в которой у черных полная компенсация за отсутствующее качество. Поэтому после слон Ж4 наиболее интересным с точки зрения сложной борьбы с прицелом на три результата является Ф4. Далее КНЕ5. Брать нельзя коня ввиду взятия на Ф2. Поэтому слон Е3 и ладья Ф6. Еще один красивый ход. Конь остается под боем. Забираем ладья Ж6. Угрожает в скрытый шах слон Д1. Также возможно и слон С8. Но напомню, что слон С8 это всего лишь отыгрыш ладьи. Сложность ситуации для белых заключается в том, что не проигрывает один единственный ход Ферзь С1. Логика понятна. Убрать Ферзя с белого поля, в то время как слон С8 это всего лишь как уже было сказано отыгрыш материала. Белые успевают забрать на Б6 и сохраняют здесь явно лучшие шансы. Поэтому после Ферзь С1 нужно играть слон Ф3. После отхода Ферзя Ш3 король Е1 выигрывают здесь черные Ферзя. Но все-таки у них у самих Ферзь за здесь лучше сыграть ладья А7. Положение примерно равное. Но в нашей партии было сыграно иначе. Ладья Ф5 сыграл Корякин. Честно говоря, трудно мне разобраться, зачем он так сыграл. На Ж5 то поле прикрыто. На Ф4 конем можно было и так сыграть. В общем, одни вопросы. Возможно надеялся на то, что заберут на Б6. Тут Ферзь Д4 нападая на ладью. Далее Конь Е5 двойной удар. И конечно тут черные уже свою атаку продолжают. Но белые играют Д4. И вновь чемпион мира находит лучшее продолжение. Он открывает третью линию. Посмотрите, после взятия играет ладья А3 и полностью консолидирует свою позицию. Он не занимался пешкоедством, не забирал на Б6 и Ц6, а поставил фигуры крепко и защитился от непосредственных угроз. Полной компенсации за качество у черных здесь нет. Потому что, по сути, ни пешечного материала, ни каких-то угроз мы здесь не видим. Ладья Ф7. Играет Корякин. Приходится отходить назад. Ладья Е3, слон Ф5 и ферзь С3. Конечно, размен ферзей здесь в пользу белых. У них материальный перевес. Поэтому ферзь Д8. Заграл Корякин, но ладья Е1. Ладья Д7, ферзь Е3. В этой позиции заслуживал внимания очевидный ход ладья Е7. После отхода меняем одну пару ладей. Заходим конем на Ф4. Но белые отходят. На ферзь Д1 играют ферзь Е3. Ферзь Б1. Ц5 взяли-забрали. Здесь у черных тоже нет полной компенсации. Но все-таки какая-то игра имеется. Слон связан. Хотя, конечно, перевес белых неоспорим. Но в партии Корякин сыграл ладья Д4. И видя, что все рушится, он избирает далеко не лучшее решение и позволяет Карлсону с удобством разменять ферзей. Слишком много объектов под нападением, чтобы можно было игнорировать эту усиленную фигуру на Ж5. Поэтому россиянин забирает. Слон бьет Ж5. Ладья Ц4. Ладья Б2. И партия вступает в техническую фазу. Черные забрали одну пешку. Но, к сожалению, полной компенсации за качество так и не получили. Потому что фигуры белых очень активны. И в ближайшее время Карлсон добивается еще и размена ладей. Б5. Король Ф2. Ц5. Взяли-забрали. Ладья Ц1. Корякин отказывается. Ладья Д2. И тут, к сожалению, отойти на Е5 особо-то не получается. Потому что белые играют Н4. Заходят ладьей по седьмой линии. И, видимо, пешка Б в конце концов где-то упадет. Поэтому Корякин решил на Д2 разменяться. Сыграл конь Е5, создавая угрозу вилки на Д3. Но ладья Ц7. С идеей слон Ц3. Поэтому Б4 играет Корякин. Крутится как может. Пешка косвенно защищена ввиду той же вилки на Д3. Ладья Б7. Слон Е6. Но здесь ладья Е7. Карлсон использует неудачное расположение черных фигур по вертикали Е. Конечно, сразу фигура не выигрывается. Конь Д3. Шаг. Король Е3. Слон Ц4. Но и здесь положение фигур не очень-то удачно. После Король Д4 Корякин взвесил все за и против. И решил просто сдаться. Действительно. Нужно, видимо, отходить слоном. Потому что если отойти конем, защищая слона, то теряется важная пешка. Если отойти слоном, то ладья нападает на него. Дальше еще и такой удар. В общем, тут одна из черных фигур теряется. Позиция безнадежная. Вот такая очень интересная, сложная партия. Которая, конечно, очень хорошо складывалась для Корякина до определенного момента. Но это его резкое движение пешкой в центре, Е5-Е4, привело к тому, что Карлсон на секундах, даже не на минутах, справился с возникающими проблемами. Сделал подряд несколько сильнейших ходов. И у Корякина ничего не получилось. Конечно, если бы на месте Карлсона был другой, менее маститый шахматист, то он где-то бы рухнул. И все бы сейчас говорили о блестящей комбинационной победе Корякина. Но в том-то и дело, что Карлсон сейчас сильнейший шахматист в мире и в своей карьере выпутывался и не из таких передряг. В итоге Карлсон одержал очень важную победу и единолично возглавил турнирную таблицу. Сейчас у Карлсона 18 очков. Честно говоря, трудно найти какой-то современный супер турнир, в котором можно было набрать 18 очков. Ну вот такая система подсчета. 3 очка за победу. Второе место у Рихарда Раппорта, который на тайбрейке, или же в Армагеддоне, правильно сказать, проиграл Непомнящему. У Венгра 16,5 очков. На третьем месте же набравший ход Алериза Феруджа. 15 очков ровно. Четвертая позиция Ян Непомнящий. 11 очков. Предпоследнее место Сергей Корякин. 8,5. И замыкает таблицу норвежец Ориантари с шестью пунктами. Вот такое турнирное положение перед последним десятым туром, который состоится сегодня. В общем, самое интересное впереди. На этом будем заканчивать сегодняшнее видео. Если оно вам понравилось, то не забывайте по традиции ставить лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Пишите побольше комментариев об этой партии, в целом об этом турнире. Возможно прогнозы на последний тур и кто же станет победителем этого соревнования. А также подписывайтесь на канал Шахматы для Всех. Один из самых крупных и стабильно работающих русскоязычных шахматных каналов на ютубе. Большое спасибо за внимание. До свидания.